Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами известных художников. Были как Лурий и обратил внимание на картины художника Жоржа Дюменвитти Латур. Итак, место рождения Латаринге, 1593 год. Умер 1652. Жанр работ художника Каравальджизм. Родился в семье Булочника, жил близ города Люнявиле до самой своей смерти. В 1621 году его назначили официальным художником Люнявиле. В 1644 году главным живописцем короля. Ну, в общем-то нет никакой официальной информации о жизни мастера. Ни одно из его произведений не может быть датировано с полной достоверностью. Так написано в Википедии. Я, в общем, все беру из Википедии. Но известно, что латаринский герцог Генрих II в 1623 и 1624 годах купил несколько картин в Латурах. Конечно, действительно интересные картины. Просто с удовольствием смотришь. А для картин характерна некая геометрическая композиция и напряженность религиозных чувств. Обычно представляют собой освещенные пламенем свечи ночные сцены, написанные в манере Караваджо. И художник любил изображать библейские персонажи по личам нищих крестьян. Создавать композиции, персонажи которых освещались единственным источником – свечой. Ну, действительно, посмотрите, это просто здорово. Картины находятся в музеях изобретения искусства в Рене, в Лувре, в Берлин-далем, в Метрополитен-музее. Однако, кстати, работа находится в Львовской галерее искусств. Называется она «Воростовщика». Но, к сожалению, в российских музеях работы его нет. Кстати, многие его работы приписывались Эмбранту, Веласкесу, Мурилью. Но в 1915 году немецкий искусствовед Герман Фосс впервые не связал имя Латура, известное историком по документам, с некоторыми известными картинами. Ну, и после этого все и пошло. Значит, начали копать в биографии Латур или Латура. Наверное, все-таки Латур. Не сохранилось никаких мемуаров, ни дневников художников, только какие-то скупые строки официальных документов. Родился, женился, крестил своих чужих людей. И вот по этим кусочкам каких-то сведений начали создавать его автобиографии, восстанавливать автобиографию. В 1617 году он женился, его избранница Диана Ленерв из соседнего города, или не видел. Была выше по социальному положению. Ее отец был секретарем Латаринского герцога, а муж сестры – наместник судебного округа, в котором входил родной город Латура. Надо вспомнить, что все-таки художник был из семьи простого хлебопека. Брак, конечно, выглядит явным мезальянсом, но родители не присутствовали на свадьбе своей дочери. Приданная Диана получила 500 франков, 2 коровы, мебельный вернитур. Но зато Латур получил дворянский титул. Можно предположить, что тогда уже был известен как художник, иначе, в общем, подобный брак вряд ли состоялся бы. Латур открывает свою мастерскую, и к нему начинают приезжать начинающие художники для того, чтобы перенять его опыт, потому что оно, видимо, уже было известно в то время. Поток был таким большим, что Латур ограничил прием и назначил обучение за 500 франков, как раз за ту сумму, которая была выдана в приданное за его жену. В 1631 году в Ленивиле вспихивает чума, которая унесла жизни третий горожан города. Действительно, именно поэтому, видимо, относятся картины Латура, изображающие святого Себастьяна. Он считался покровителем зачумленных. В 1633 году в город Ленивиле вошли правительственные войска Людовика XIII. Вступая, они сожгли практически до тла в 1638 году город, где жил художник. И поэтому говорят, что очень мало работ дошло до сегодняшнего времени, потому что все, в общем-то, сгорело. Есть по разным данным от 40 до 50 работ. Из них только 10 имеют авторскую подпись и почти никаких личных документов. Но после этого Латур сначала уехал в Нанси, затем в Париж. Там обнаруживаются следы, как в Ухаловской книге записано, что в качестве придворного жирописца ему назначено жалование в 100 лидеров. Недавно были опубликованы сенсационные документы, которые подтверждают, что заказчиком Латура был кардинал Ришерия, а также придворный архитектор и министр финансов. В начале 1640-х годов он вернулся в Ленивиле, на родину. Там жил до своей смерти. В середине 1652 года от туберкулеза умерла Диана Латурова, жена. Две недели спустя, 30 января, от той же болезни скончался ее супруг. Трое из десяти Латуров смогли пережить своих родителей. Сын Этьен Ди Латур унаследовал титул королевского художника. Но различить, кому принадлежат картины, подписанную просто Ди Латур, пока еще дело в будущем. Ну вот примерно все, что я нашел, как мне показалось, интересным художником Жорж Геневиль Ди Латур. Все, пока, всем привет, до свидания. Что-то новое узнали. Субтитры сделал DimaTorzok Ди Латур